В 80-е годы о Регине Дубовицкой узнала вся страна. Вместе с выходом на экраны программы «Аншлаг» началась эра популярности ведущей юмористического шоу. Её могли не любить, могли посмеиваться над её своеобразной манерой речи и смехом, но многие артисты и сегодня благодарны телеведущей, потому что «Аншлаг» открыл им путь на большую эстраду. Сегодня Регина почти не появляется на экранах, а поклонники всерьёз обеспокоены её исчезновением. Мы решили вам рассказать, почему пропала с экранов главная звезда «Аншлага» и как выглядит Регина Дубовицкая сейчас. Регина Дубовицкая родилась 31 декабря 1948 года в Шадринске, Курганской области, в семье настоящих интеллигентов. Отец её – профессор филологии, а мама долгие годы работала в школе учителем биологии. Семья после рождения дочери из Шадринска перебралась в столицу Молдавии, а позже в Кострому, где отец работал в университете. В этом городе Регина определилась о своей будущей профессии, решив, что непременно должна стать журналисткой. Правда, с журналистикой, не в самом лучшем её проявлении, она столкнулась чуть раньше, когда в местной газете вышла статья у советской школьницы, которую неизвестно, что ждёт дальше. Якобы на новогодний вечер Регина пришла с какой-то необычной прической, да ещё и в нарядном платье с декольте. Чем вызвала бурю возмущений. Журналист, написавший заметку в газету, всерьёз рассуждал о том, куда может завести простую советскую школьницу кривая дорожка, если в столь юном возрасте она уже позволяет себе вызывающе одеваться и сооружать на голове что-то невообразимое. Причём прическа была довольно приличная и популярная на тот момент – классический сессон. А с платьем папа Регины Игорь Александрович даже ходил разбираться в редакцию. Хотел, чтобы ему показали, есть ли там то, что называли в статье декольте. Регина не отказалась от своей мечты о журналистике, но в те далёкие времена на профильный факультет можно было поступить, имея определённый опыт и трудовой стаж по специальности. И тут помогли связи отца, благодаря которым после окончания школы выпускницу взяли в ту самую Костромскую правду, где о ней и выходила заметка. Дубовицкая проработала в газете недолго. Однажды редактор, с которой она вместе шла по улице, встретила свою коллегу с радио и предложила ей посмотреть на Регину. Когда же девушка попала на радио, она и думать больше не хотела о газете. Её приняли внештатным корреспондентом, и она была счастлива. Потом она вышла замуж, защитила диплом и перебралась к супругу в Подмосковье. Соответственно, работу она нашла уже в столице. Стала редактором в отделе юмора и сатиры в программе «С добрым утром» на Всесоюзном радио. Передача пользовалась огромным успехом. Регина познакомилась со многими артистами, которые позже стали выступать в «Аншлаге». Начинала она с должности младшего редактора, а со временем стала активно сотрудничать с артистами. А программа превратилась в её детище, которое слушала вся страна. Она приглашала на эфиры начинающих артистов эстрады. У неё дебютировал Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Владимир Коклюшкин и другие известные сегодня юмористы. К уходу с радио её подтолкнули обстоятельства. Во второй половине 80-х годов по стране уже бодро шагала перестройка, и влияние цензуры во многом ослабло. Но радио это не касалось. И в момент Регина Дубовицкая поняла, теперь на телевидении время гласности, там она сможет открыть новые горизонты для своего творчества, а заодно подарить зрителям позитивные эмоции и хорошее настроение. В 1987 году в эфир вышла первая передача «Аншлаг», которая со временем обрела широкую популярность. И снова она открывала новые таланты, давала путёвку в жизнь молодым артистам, чьи имена сегодня знает вся страна. Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей и многие другие. Над программой посмеивались, её обвиняли в пошлости и дешёвом юморе, а зрители смеялись над каждым номером, иногда хохотали до слёз в прямом смысле слова. Несмотря на критику, программа существует уже больше 30 лет, и до сих пор, несмотря на довольно редкие выходы в эфир, официально не считается закрытой. С программой были связаны несколько скандалов, когда её основателя и ведущую обвиняли едва ли не в эксплуатации актёров и невыплате надлежащего гонорара. Но ведущая ни разу не позволила себе впасть в отчаяние и уныние. Регине Дубовицкой исполнилось 79 лет. И она настолько редко стала появляться на экранах, что по ней успели соскучиться даже те, кто её критиковал. На самом деле, телеведущая очень счастливый в жизни человек. Ещё в 1980-е она вышла замуж за Юрия Айвазяна. Их знакомство состоялось, когда Регине было всего лет 18. Она ехала в поезде к бабушке из Пятигорска в Сухуми, а соседнее место занимал очень приятный молодой человек, который уже предвкушал чудесный отпуск в Сочи. Юрий сразу же покорил девушку своим чувством юмора, а случайная встреча в пути привела к долгой и очень счастливой семейной жизни. Регина училась на четвёртом курсе, когда вышла замуж за Юрия, а спустя два месяца после получения диплома родила дочь Илону. Переехав к мужу в Менделеево, Регина Дубовицкая очень быстро нашла работу, а дочь растить ей помогали её родители, которые вскоре перебрались в тот же посёлок, чтобы быть ближе к дочери. Телеведущая признаётся, супругу всегда было с ней нелегко, потому что она подолгу пропадала на работе, да и в школе, где училась дочь, не была ни разу, всегда родительские собрания посещал Юрий Айвазян. К тому же характер у Регины Игоревны далеко не ангельский, она вполне может вспылить на ровном месте. Правда, быстро отходит, а потом сама идёт мириться. Супруги вместе уже больше полувека и считают секретом своего семейного счастья увлечённость каждого своим делом. Юрий Физик, доктор физико-математических наук, профессор и основоположник физического направления в области магнетизма. Он не представляет своей жизни без науки и с пониманием относится к тому, что жена его совершенно не может существовать без телевидения. Их дочь Илона сначала пошла по отцовским стопам и окончила энергетический институт по специальности прикладная математика, а теперь работает на телевидении как мама. В последние годы Регине было тяжело заниматься всеми насущными вопросами, постоянно присутствовать на съёмках. Но она понимала, что без тотального контроля её детище погибнет, и до сих пор пытается прикладывать неимоверные усилия, чтобы этого не произошло. В этом как раз и помогает ей Илона, являющаяся сейчас режиссёром маминой программы. Внучка Регины Дубовицкой, которую тоже зовут Регина, окончила медицинский институт. По стопам своей знаменитой бабушки она идти не захотела. Между Региной Игоревной и её внучкой с самого начала установились очень тёплые взаимоотношения. Телеведущая даже сказала в одном из своих интервью о том, что бабушка из неё получилась значительно лучше, чем мама. Регина Дубовицкая по-прежнему бодра, полна сил и энергии. Единственное, что её расстраивает, так это многочисленные слухи о её несуществующих болезнях. На самом деле, серьёзные проблемы со здоровьем у неё были в 2007 году, когда она вместе с Еленой Воробей попала в аварию в Черногории. У неё были многочисленные переломы, а вместо лица – одна сплошная рана. Но врачи смогли вернуть и не только лицо, но и способность передвигаться без костылей. Сейчас же поводов для беспокойства вовсе нет, ни о каких заболеваниях речь вообще не идёт. По словам ведущей, она ничем не болеет и чувствует себя прекрасно, насколько позволяет её возраст. В обычной жизни Регина Игоревна не пользуется декоративной косметикой, не ходит в спортзалы и не посещает массажистов. Она делает только то, что ей нравится. А нравится ей снимать аншлаг, открывать новые и новые таланты и проводить время в кругу самых дорогих людей.